алло громче говорить да да удобно слушалась представьтесь пожалуйста кто откуда тасс и что целый тасс интересуется вот такими за вбросами да да но это печально и печально это не очень утешительный синдром для огромной многонациональной страны хорошо я вас слушаю внимательно вы знаете цифра 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 25 для чеченской республики как цифра 13 для так сказать ужастиков в стиле так сказать помните да конца 50-х начало 60-х и остального так сказать всего времени вот в нашем кинематографе до считалось ужасной для чеченской республики ужасные считаются цифры 25 26 27 потому что вечно нам так сказать приписывают 25 задержанных 26 расстрелянных 27 притесненных и потом все начинается с 25 и все начинается примерно в январе феврале месяца каждого года так что все эти провокации эту ложь эти технологические так сказать операции наших так сказать противников мы ждем совершенно спокойно ждем в начале каждого года поэтому это очередной вброс который не имеет под собой никаких оснований никакие люди из-за какой-то фото жабы вы знаете сколько фото жаб гуляет например и о рамзане кадырове обо мне и о многих других так сказать лидеров государств республик народов регионов и так далее да причем абсолютно безнаказанно другой вопрос что я как политик как историк могу поделиться с вами своим мнением если вам интересно ну если интересно тогда получаете вот именно именно когда именно с таких невинных шаржей на короля людовика шестнадцатого буквально перед взятием бастилии если помните это было 14 июля 1789 года вот значит именно с этого штурма так сказать и началась кровавая история франции и вот там были шаржи постоянно изображался король с головой свиньи посмотрите эти гравюры да очень неказисты очень некрасивые с разного рода так сказать полупорнографическими сценами вот и так далее все это закончилось кровавой площадью конкорде если помните которая находится в центре парижа прямо напротив нынешнего музея армии франции где покоится наполеон еще называют это большое здание его усыпальницу называют домом инвалидов вот поэтому вот это все закончилось якобинской революции когда санкулоты вырезали подряд всех кого они подозревали в принадлежности классу аристократов так сказать и вообще интеллигенции вот та же самая картина была в россии в начале двадцатого века когда точно такие же так сказать шаржи точно такие же скабрезные рисунки так сказать символизировали эпоху до того времени когда революция революционеры с их колкостями дерзостями и информационными выпадами были очень модными когда рисовали николая второго рисовали это сказать его супругу вот тоже сцены были скаберзные да это были непристойности и народ как-то сидел посмеивался все начиналось с того что это были невинные улыбки это был невинный смех а потом очень быстро это все заканчивалось многомиллионными жертвами совершенно невинных людей либо в бесчеловечных и несправедливых гражданских войнах либо в жесточайших репрессиях которые были ученины после семнадцатого года в россии и закончилось это красным террором так сказать троцкого и репрессиями жесточайшими репрессиями сталина когда одна половина страны сторожила вторую половину охраняла в тюрьмах поэтому вот эти вот все смешки вот эти все шуточки прибауточки о ком о тех людях хорошие они или плохи пожалуйста идите вы электорат выбирайте себе другого президента выбирайте себе другого так сказать руководителя если у вас есть на то политическая воля если вы как источник власти вы мы народ ну так избирать и другого человека а это гарант конституции мы подмываем основы этого гаранта мы сами себе за уши затягиваем себе суда социальный взрыв революции провокации и все все остальное что связано с кровопролитием это я вам говорю как сын чеченского народа который в своей новейшей истории претерпел все эти страшные события которые на себе эти бесчеловечные последствия испытал чеченский народ теперь не так глуп поэтому в начале каждого года практически каждой чеченской семье с улыбкой но уже осознанной уже осмысленной да эти озаренные люди понимают что вот эту гадость вбросили не чеченцы и убросили те кто пытается сюда найдя здесь свою почву да опять затянуть на нашу мирную на нашу на территории нашей мирной цветущей динамично развивающейся чеченской республики затянуть сюда террор террор от которого мы избавились ценой неимоверных жертв вот что я хочу вам сказать по этому поводу вот как чеченский народ осознает последствия подобной с позволить с позволения сказать сатиры поэтому никакая сатира так сказать вот такого рода никакие так сказать сомнительные шуточки такого рода в чеченской республике популярностью не пользовались и пользоваться не будут а если уж на то пошло лучше знаете предупредить десяток другой смутьянов и негодяев четко разъяснив им к чему они своими рисунками фото жабами карикатурами и шаржами могут к чему могут каким последствиям могут привести свой народ лучше уж их научить да уму разуму в рамках закона чем потом быть свидетелями многотысячных а то и многомиллионных жертв ни в чем не повинных людей из-за вот такой я еще раз повторяю подлой дьявольской так называемой сатиры сатиры это ничего общего не имеет это провокация это технология так сказать государств в информационно-гибридных войнах это идет война на поражение этого идет война на истребление истребление разума истребление элементарных форм мышления и уже так сказать любую в республику страну я не знаю в регион мракобесов захватить проще простого вот как бы идет эта война и я просто вот этим своим может быть чересчур эмоциональным выступлением и комментариям просто хочу вам показать всю железобетонную готовность чеченского народа железобетонную готовность власти в чеченской республике справедливо и практически единогласно избранной в лице нашего главы главы чеченской республики рамзана ахматовича кадырова очень бдительно еще раз повторяю железобетонно отслеживает и контролирует ситуацию чеченской республики и никакие смутьяны какие бы так сказать кавказ реалии дожди лужи тучи и прочие так сказать медузы как бы не пытались так сказать сеять раздор и смута в нашей республике мы на это все смотрим осторожно осторожно посмеиваясь поэтому я желаю так сказать всем добра счастья и так сказать стабильности так что чеченская республика готова к любым треволнением да и ничто чеченской республики не помешает жить мирно внутри своей республики в отношениях со своими соседями